Здравствуйте, меня зовут Ульянченко Мария Викторовна, я волонтер сообщества Доброе Сердце. Когда я услышала о том, что наш город из Балхаша привозит подходы, я была против, как и у многих жителей нашего города. И надо было пойти собирать подписи в Казахстан. Это был выходной день, несмотря на свои планы. Я пошла, собирала подписи, потому что я за чистый город, нам и своего тут хватает. По экологии не все на 100% у нас хорошо. Я за чистый город, чтобы наши дети были здоровы, чтобы дети будущего рождались здоровыми, без всяких болезней. Я за чистый город, я против подходов в нашем городе. Тебя вот не удивила такая цифра, 13 тысяч подписей собрали в нашем городе, это же много, каждый шестой практически. Я думала, будет каждый первый. Каждый первый? Ну просто не у всех время было. Когда я сидела в Казахстане, не было такого, чтобы народ надо было звать. Люди подходили и сами просили. А где расписаться? Вставали в очереди. Каждому правильному. Вот спасибо, что вы пришли, спасибо, что вы это делаете. Ну от себя в целом твое отношение вот к тому, что у нас вот уже аплодируют, аплодируют уже люди. Да. Люди оба нет. Ну в целом вот твое отношение, как ты считаешь, вот как должна ситуация разрешиться и как она разрешится? Разрешиться она должна в любом случае только в том, что это все должно вывести. Причем, в моем мнении, это не должно, например, если вот там из Балхаша привезти, и вот многие говорят, типа, а почему вы считаете Степногорск лучше? Не надо вообще завозить туда, где есть люди. Ну много же мест есть, где нету людей, нету там животных многого. От этого же все гибнут, все, что есть живое. Должны отвозить туда, где нету от этого бреда никому. Вообще никак. Ну мы выходим на субботники. Ну раньше это было чаще, сейчас то, что в карантин мы выходим реже. Так как бы стараемся помогать городу, всем людям, кто нуждается в нашей помощи, мы рады помочь. Молодец. Хоть одна веселая девчонка. Главное жить с позитивом. Ну, правильно. Здравствуйте, вот расскажите, вы почему согласились подписи собирать, вот такую инициативу проявить вообще в целом? Я согласился проявить эту инициативу только потому, что захоронение вот этих отходов, они очень токсичны и могут нанести большой вред здоровью людям. А все мы здесь живем, это наш город. Город маленький, но люди здесь добрые, честные от жизни. Поэтому решил помочь просто собрать. Ну, голоса собирались в течение трех дней у нас. Три дня волонтеры собирали в Казахстане, в Эпимоле, в заводском поселке ходили, по городу многие люди увидели, сходили девушки с детьми ходили. За три дня мы собрали более 13 тысяч голосов. Если бы у нас было времени чуть побольше, мы бы, наверное, собрали бы 25. А что вообще люди говорят? Люди очень возмущаются, потому что говорят, у нас и так дышать, можно сказать, нечем из-за того, что существует радиация. Вдова ко всему нам еще завезли сюда токсичные, ядовитые отходы. Вот если эти отходы в землю попадут, в воду попадут, оно потом все попадет к нам, в наш организм. А это вред. А как вы думаете, почему вот практически каждый шестой оставил свою подпись? Почему вот так много людей откликнулись? Потому что они считают то же самое, потому что все мы хотим жить, каждый хочет увидеть своих детей с живыми и здоровыми. Жень, привет. Привет. Расскажи, почему ты решила подпись собирать? Ну, в принципе, была сторонним наблюдателем. Просто читала, смотрела, видео просмотрела. Не думала даже, что буду участвовать в сборе подписей, но меня возмутил тот факт, что ПХД-отходы стоят рядом с городом, непосредственно вблизи. Ну, решила помочь, вызвалась волонтерствовать. В принципе, не жалею об этом. Людей было очень много. Кто не понимал всей проблемы, мы объясняли, показывали шапки, читали вместе. Люди шли, поток, в принципе, был очень большой. Средний возраст, взрослые люди, пожилые, которые переживают за город. Старожил очень много было. Мы собирали с воскресенья по среду до обеда. И потом на следующий день у меня еще люди шли, просились, где можно подписать уже после того, как мы закончили протоколы вести. Ну, а в целом, что люди говорят? Каких мнений? Возмущены. Возмущены до предела. То есть, прям вот так уже серьезно, да, все? Да, да. Поругались, говорили, как это вообще такое возможно в такой близости. Хочу пожелать всем здоровья. Самое главное, будьте активными. Такая беда может с каждым случиться. Мы не сможем отсидеться каждый в своей квартире, потому что мы дышим одним и тем же воздухом. Давайте за чистый Степногорск будем бороться и его отставить. Всем спасибо, всем здоровья. Всем молодец. Степногорск. Такая серьезная. Подписи в Казахстане в торговом центре и на следующий день посчитала, что необходимо пройтись по нашему электричке, где люди едут на работу, не имеют возможности оставить голос, но хотят. Так вот там очень много желающих было оставить свои подписи против. Какие вот мнения людей были? Вот какие-то, может, запомнились? Ну, не знаю. Какие-нибудь категоричные, веселые, не знаю. Такие люди, которые постарше, они все возмущались, ругались. Мужчины говорили, что это все равно, что против ветра писать, но подписи оставляли. Такое, я думаю, вам не надо. Нет, почему? Были разные мнения, были молодые люди, которые говорили им, что это им вообще неинтересно. В целом, ваше мнение, почему вообще в наш город завезли, в чем вообще? Я думаю, что это просто необдуманный поступок такой, непродуманный. Там нужно было спасать Балхаш, быстренько вывезти, а куда вывезти? И раз эта организация находится в городе Слепногорске, поэтому ее сюда и привезли. Наш город построен, и у нас изначально добывается этот уран, травимся мы этим ураном. И всего тут и газ золота, и там не совсем понятно, как они там добывают это золото, не самым лучшим экологическим способом. Вот, и цианиты, которые размещаются здесь, и то, что туберкулезных сюда нам всех свезли, ну, в общем, хватает. Наследство от Советского Союза у нас тут присутствует, это тоже опасно. И добавлять, мне кажется, сюда опасность, ну, не знаю. Я знаю, что вот написано, если в пьесе в первой части висит ружье, то в последней части оно выстрелит обязательно. У меня вот сын, допустим, за ним закончил на химико-лаборанта, и когда вот я узнала про эти ПХД-отходы, естественно, я сразу к нему обратилась узнать, действительно ли это так вредно. Он мне сказал, мама, это кошмарно, как вредно. Это было достаточно, чтобы я полезла в интернет, прочитала, изучала материалы, поознакомилась с правилами хранения, потому что я сама все это полезла, узнала, и пришла в тихий ужас. Я работаю с детьми, поэтому мне не все равно, какие ученики у меня будут в школе, мне не все равно, они безразличны будут. И дети у меня здесь, и внуки здесь, я хочу, чтобы у них было здоровое будущее. Там вы вырежете, да, там что не нужно? Мы решили собрать подписи. Собрать подписи против того, чтобы у нас утилизировали данную гадость, везенную в наш город, можно так сказать. Я собирала подписи на участке в торговом центре Смол. Что я хотела бы по этому поводу сказать? Меня очень удивило, что люди шли сами. То есть не приходилось абсолютно зазывать, не приходилось уговаривать. Люди сами шли толпами. У нас не хватало листовок, у нас не хватало бланков. Мы раздавали наклеечки. Многие брали молодежь. Что самое большее удивило, что активно участвовала в подписях молодежь. Конечно, я не скрою, что и взрослый уровень, наш население, он тоже очень активно в этом принял участие. Бурно, с эмоциями. В общем, что я хотела бы сказать по поводу нашего города. Обидно, очень обидно, что мы и так живем в радиации, и так страдаем многими заболеваниями. Не только стоматологии в нашем городе столько, сколько, допустим, в Алма-Ате магазинов на районе. У нас просто и так сейчас тяжелое такое положение, что вот этот коронавирус, мы сами доживем на этом уране. И, конечно, хотелось бы, чтобы побыстрее все закончилось. И уж тем более, касаемо всяких дополнительно ввезенных гадостей, конечно, не хотелось бы. Поэтому я не то, чтобы я верю, я надеюсь. Я очень надеюсь, что будет все хорошо, что нас услышат. Я надеюсь, что нас услышат. Ну, давайте начнем. Так, меня зовут Иванова Валентина Алексеевна. Я председатель Совета ветеранов. Мне 75 лет. Мне предложили собрать подписи, чтобы я и сама, конечно, хотела, чтобы собрать. Я за полдня собрала, 120, по-моему, там было человек, в магазине, в Сим-Симе. Я там стояла, и сами продавцы собирали, оставляла им, когда уходила домой. И проходила по лавочкам. Кто-то навстречу шел в магазин. В магазин, как вот это? Диану. В Диану заходила, там продавец. Еще одна женщина там была. Сначала она сказала, я одна живу, у меня мало мусора. Я ей объяснила, что не ваш мусор, а тот отходы, которые привезли с Балхаша. Она говорит, о, тогда давайте. В КСК заходила. Вообще, на лавочках, когда люди узнавали, быстро все-все соглашались. Давайте, 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 говорили. Я бы собрала больше подписей, но у меня было всего три листика. И люди потом, когда узнавали, что я собирала подписи, почему ко мне не пришли, почему ко мне не пришли. Ну, а в целом, ваши отношения вот к ПХД-отходам, которые к нам в город завезли? Я считаю, что это ненормально. Во-первых, такой маленький город. Разгрузили прямо чуть ли не в черте города. И это же все-таки заразное же. Ну, кто что говорит? Кто говорит радиация? Ну, не знаю, я, например, против. Хоть мне уже и осталось-то жить мало, но есть же и молодежь, им же надо жить. Ну, не знаю, я вот и деревца сажу, и цветочки сажу, поливаю возле... Ну, как-то мы сами вот в нашем девятом микрорайоне наш заброшенный, можно сказать. Сейчас вот только начали копаться. Ну, так-то я в основном и довольна всем, но экология, конечно, плохая. Я с восточного Казахстана, мы там, у нас красота неописуемая. Ясно все. Ну, все. Ну, правда, люди возмущены. Ну, конечно, вы же кое-что выбросите там. У меня был Датьяна Латаруда. Я когда услышала вообще про то, что довезли к нам с Лохоша, вот эти КХД, и, конечно, я сначала не понимала, что это. Но потом, когда уже раскрыли всю суть, то, конечно, была против. И сразу пошла в Телеграм в группу, и так все освещалось, все это было видно. Я читала, и когда был призыв к тому, что нужны активисты, лавантеры, чтобы пришли и помогали, собирали подпись, то, конечно, я сказала, да. Мне дали место все такое, я сидела, собирала. Люди были очень активны. Все, даже вот, не было в первый день дождикам никакого не было. Они просто говорят, это подпись от отходов, против отходов, я говорю, да, они подходили расписываться, люди активны. Весь город, мы не хотим, чтобы эти ПХД у нас были в нашем городе. И мы просто уже просили, а теперь требуем, чтобы от нас это все вынесло. Но в целом, вот какое люди высказывали мнение, о чем, может, запомнилось что-то? Ну, одно и то же, наши люди говорят, у нас и так тяжело, у нас и так экология тяжелая, у нас там своих, там, хватает всяких хвостов, еще это ПХД. В основном все это отходы. Мы не хотим, мы против. У нас дети растут маленькие. Девчонки, хочу сказать. Я Панасенко Хелена, когда узнала об отходах, что сюда завезли, конечно, я против, как мама двоих детей, нам жить в этом городе, нам лишать это воздухом. Я подумала, что не каждому человеку удобно зайти и подписать в каком-то магазине, кто-то на работе, кто-то просто не успевает, в часы работы магазина. И мы с подругой Настей решили пойти просто по городу и предлагать людям именно на улице. Все люди реагировали по-разному. Кто-то говорили, что мы уже подписали в магазине, предлагали подписать второй раз, решили быстрее, все это вывозили. Мы и так живем на Уране, люди в основном, все были согласны с этим мнением, что нам не нужно официальности, где своего вреда обладают. То есть вы своими ножками все топали, ходили, собирали, не щадя, так сказать, целый день, да, получается? Нет, мы вечером, мы выходили первый день с утра, потом вечером. Мы просто ходили с детьми, и поэтому мы подстрахались, попрятали своих детей. В целом, вот ваше какое отношение? Ну, против. Против, да? Против. То есть у людей такой настрой боевой, можно сказать, да, поэтому, да, особенно неординарно реагировали, мы же с детьми хотели, дети услышали, запомнили, у нас только маленькие дети, у нас все и подростки, и многие подростки, их же друзья подходили и говорили, почему нам нельзя подписать, почему мы не можем? Мы против, пусть забирают отходы, отводят, пожалуйста, радио, отводят подальше у нас. В любом случае, это должно быть не то что вывезти от нас и привезти к кому-нибудь другому, это должно быть специализированное место, это действительно в далеке от остального пункта, в любом случае. Как можно было быстрее, с тобой-то не затянулось. А Ким говорил на первом совещании, когда мы собирались, он дал ему два месяца. Время уже подходит. Привет, меня зовут Витор, я решила вступить в ряды волонтеров, потому что мне очень дорог мой город, и поскольку сейчас данная ситуация касается моего города, я буду его защищать. Ты где собирала подпись? В Хэпби Молли. В Хэпби Молли. И как вообще поток людей был? Поток людей был мощный. Я сидела всего лишь два часа, но за это время около 50 человек. Ну а какие-то мнения, такие, может, запомнила, самые такие яркие, категоричные? Ну то, что яркие, прям слова в слово я не запомнила, но я прекрасно понимаю, что люди читают, люди смотрят видео, люди очень сильно прикидывают. и если бы была у них такая возможность, они бы раз 50 расписались. Ну а в целом, как твои отношения? Как думаешь, чем все закончится? Я честно не знаю. Но я надеюсь, что ничего плохого не будет, все увезу, у нас все будет прекрасно. Очень бы хотелось. Молодец какой-то настрой. Вот сразу видно, молодежь, да? Побольше бы таких. Всем привет. У меня зовут Марахов Марах. Я собрал полностью в Казахстане и в Хапимгале. Ну, в связи с тем, что, сами знаете, нам привезли походы отходы, тресно-то. Ну, это, как я понимаю, это первая партия была. Так, маленько пора мыслить. Понятно, что в нашей коллегейской обстановке в городе очень тяжелая. Еще и цианиды, плюс холсты постоянно. Как видите, в ретрог в всей роду, в северного города. Ну, как бы, уже подумалось, что хватит уже. Каковы я скажу. Обстановка все хуже и хуже. Ну, я думаю, что теперь я все, что вывозы отходов. Потому, я так понимаю, что отходы приездят не только хранить. Их похоронили, да увезли. Вот еще как-то куда-то еще не шло. А здесь уже получается, переработка этих опасных отходов. Получается, в Германии не могли-то с этим справиться. Что там даже нарушения были. Как у нас здесь будет еще и непонятно. Здравствуйте. Меня зовут Кратя Наталья Вадимировна. Я собирала подписи жителей города против размещения и утилизации отходов ПХД в городе Степенгорске. Я собирала подписи в светофоре буквально 2 часа. За 2 часа примерно 300 подписей я собрала. 2 места. Что люди в целом говорили, как-нибудь комментировали? Ну, конечно, все ругаются. Все, кто подписался, недовольны, что привезли, что Степенгорск и так у нас не экологически чистая зона. Как бы добавили на проблем. ну, таких прям неадекватных людей мне не попалось. То есть самые неадекватные просто молча прошли мимо. А люди, которые остановились из любопытства узнать, что происходит, те с удовольствием останавливались и подписывали. Даже получалось так, что очередь собиралась, мне приходилось призывать людей, чтобы они соблюдали социальную дистанцию. Хочу сразу сказать всем спасибо, кто откликнулся, кто подписал. Большое дело мы сделали, пытаемся делать. Многие сомневаются, поможет, не поможет. Но я считаю, что надо что-то делать и тогда точно чего-нибудь добьемся. А если не добьемся, то хотя бы честно себе скажем, что сделали все, что смогли. Вы знаете, когда в сети появилась первая информация о том, что в городе завезены вот эти страшные отходы, я даже не знала название или содержимое, или как сказать, что это значит такое, ПХД. Естественно, как любой здравомыслящий человек, я полезла в интернет смотреть, что такое ПХД. Это были независимые совершенно источники, никто там не рассказывал это, о ужасе, что за собой это влечет, а просто это была независимая информация. И когда я почитала, конечно, я поняла, что насколько это страшно, что называется оружие медленного действия или бомба замедленного действия. К чему это может все привести, когда мы, жители города, находимся в соседстве с этим ужасом. Я мама, я бабушка, я просто человек, так скажем, который не безразличен к тому, что происходит вокруг меня. И я не могла не высказать свою гражданскую позицию, потому что я понимала, что за этим может последовать. Мне важно, чтобы мои дети жили в нормальной экологии, чтобы мои внуки росли и воспитывались ну не на этом безобразии, которое сегодня здесь рядом с нами находится. Поэтому, естественно, я откликнулась, когда в сети увидела волонтеров, которые занимаются сбором подписей в знак протеста того, что это хранится здесь и, возможно, даже будет утилизироваться здесь. Поэтому, естественно, я сказала, я буду. Я получила эти списки, я получила эти письма в четырех экземплярах и в своем же магазине стала собирать подписи. Вы знаете, что меня очень порадовало, так скажем, и воодушевило, что люди-то неравнодушны, люди-то не безразличны к этому. И еще я хотела бы, может, это не совсем в тему того, о чем мы сегодня делаем запись, я сегодня наблюдаю в сети, в инстаграме, как сегодня активно работают волонтеры. Вы знаете, я бы хотела поклониться им низкого ноги пояс, сказать, что какие вы молодцы ребята. Вы жертвуете своим временем, жертвуете своей семьей, вы в условиях сегодняшнего карантина, того, что происходит в городе, везде ограничивают передвижение, а вы идете навстречу тем, кто сегодня очень остро нуждается. Кому нужна ваша помощь, кто не может выйти в поликлинику, в больницу, в магазин, а вы идете, несете, несете, безете, оказываете услуги этим людям, которые нуждаются. Я тоже в силу своих возможностей тоже стараюсь помогать, как могу. Я сделаю для себя, что называется, пометку в своем ежедневнике, что я раз в месяц должна проявить благодарительную помощь детям, многодетным семьям, у кого нету возможности купить элементарного печенья, элементарных каких-то конфеток, каких-то сладостей. Я помогаю тем, что может как-то чуть-чуть изменить их жизнь к лучшему. Поэтому помогайте, проявляйте сегодня. Вы понимаете, сегодня мы находимся в таком моменте нашей жизни, истории развития человечества, когда вот должны проявляться прежде всего духовные качества человеческие, когда люди должны проявлять друг другу внимание, не безразличие, помогать тем, кто нуждается. Помогайте, не оставайтесь равнодушными, будете делать это искренне, от души. Поверьте мне, что сегодня время именно таких людей. Духовность сегодня становится на первое место. Выживут сегодня не те, кто сегодня во главу угла ставит материально, а выживут те, выстоят те в это сложное время, у кого на первом месте духовные качества. Когда тебя поглощает рутина, дом, семья, работа, ты даже не замечаешь, что где-то по соседству проживают искренние, неравнодушные, смелые, отзывчивые, талантливые люди. Все они могли покинуть Степногорск, но они остались, ведь наш город им по-настоящему дорог, и против таких людей идти бесполезно, ведь их главное оружие это человечность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok